Больной Максимка, первая и вторая часть Макс Пейн, первый Макс Пейн 2, The Fall of Макс Пейн. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня хотел бы рассказать вам о том, как устанавливать моды на Макс Пейн 1 и Макс Пейн 2. На самом деле, сложности в этом совершенно никакой нету, потому что у нас с вами первый и второй Макс Пейн работают на одинаковых движках, но, разумеется, моды для первого Макс Пейна не подойдут ко второму, а от второго не подойдут к первому. Что стоит учесть? То, что моды, как правило, мы с вами бывают двух типов, это мы с вами прекрасно знаем, которые что-то изменяют в игре и которые что-то добавляют в игру, но здесь у нас с вами некоторые исключения. Как вообще устанавливаются моды? Давайте, наверное, с вами выясним. Моды могут содержаться в архивах 7-zip, могут содержаться, возможно, кто-то их запихивает в .exe файлы, кто-то их делает отдельно вот такими файлами в формате mp2m, если же это Макс Пейн 2, если же Макс Пейн 1, то, скорее всего, формат будет у него просто mp, который закидывается в папку с игрой. Сегодня у нас с вами на примере будет Макс Пейн FF2MV20, как это называется, более четко, более точно, по-другому. Мы с вами запускаем архив 7-zip, называем «Выполнить в любом случае». Если кто-то вам рекомендует отключать антивирус, то я настоятельно лично вам говорю, что я не рекомендую этого делать, потому что это очень будет странно и подозрительно, но потому что как бы выключить антивирус в переустановке мода зачем? Тем более, что исполнительных файлов никаких иметь именно уже распакованный мод не должен, поэтому вируса никакого быть в нем, разумеется, точно не должно. До сих пор по сей день на 2021 год, по сей момент, друзья мои, ребятушки, фанаты выпускают различные моды по улучшению каких-то либо спецэффектов, новых текстур, объектов и всего прочего. Особенно, конечно, прекрасно, когда люди делают совершенно отдельные сюжеты новых персонажей и абсолютно новые спецэффекты, меняя игру практически в край. Но основы принципа геймплея, разумеется, остаются. То есть, допустим, из Макс Пейна нельзя игру превратить в Need for Speed, потому что сам чисто движок просто это сделать не позволит. Но огромное количество разных сюжетов, разных карт, текстур, персонажей, это, конечно, все очень прекрасно. То есть, допустим, один из них, таких была 7-ая улица, Separant Crossfire MP2 MP, который весит около 260 мегабайт и поменял практически абсолютно все. То есть, новый сюжет, новые герои, персонажи, как будто просто это полностью другая игра. Мы с вами выбираем при распаковке нашу с вами папку Max Payne 2, то есть просто корень папки, нажимаем ОК, нажимаем Extract. У нас с вами извлекаются необходимые архивы. Обычно архивы, помимо также вот этого файла MP2 MP, могут содержать какие-то еще дополнительные файлы. Я вам показываю на примере установки мода для Max Payne 2. Если у вас первый Max Payne, то действуйте по такому же принципу. И повторюсь, не пытайтесь моды от Max Payne 2 поставить на первое, а от первого на второе Max Payne, потому что эта тема не сработает. По поводу версии, какой вообще версии игры использовать для установки модов, это не принципиально. То есть выходило буквально пару версий. Первая версия и 1.0.1, по-моему, самая последняя, поэтому мода в данном случае к версии непривередлива. Обычно также рыбаки, как правило, ничего в них не вырезают, не удаляют, потому что вырезать нечего, игра и так мало весит. И, в принципе, удалять там ничего не нужно абсолютно, поэтому тут уж к любой версии должно подойти, но если уж не сработало, там тогда вот читайте описание мода, что вы сделали, может быть, не так, либо же просто попробуйте другую версию установить. Ну что ж, распаковка закончена у нас с вами великолепно. Мы с вами запускаем исполняемый Excel-файл нашего запускатора MaxPine 2. Лаунчер, проще говоря. Если вы будете запускать, если у вас игра запускается сразу же без вот такого вот окошка лаунчера, то нужно выяснить, в чем такая проблема, почему такое происходит. Обычно через лаунчер должен происходить постоянный запуск. Выбор пользовательской игры. Не спешите нажимать играть, потому что нам с вами нужно выбрать пользовательскую игру. Проблема также данных модов небольшая есть. Минус именно то, что нельзя одновременно запускать несколько модов. То есть можно запустить только один из них. Поэтому если вы ставите несколько модов, учите тот факт, что вместе они работать не будут. То есть вы просто нажимаете сюда, выбор пользовательской игры и выбираете ту игру, которая нам с вами понадобится. В данном случае у меня не предлагается ничего. Вероятнее всего эти файлы, те, которые я распаковал в папку с игрой, скорее всего просто заменили оригиналы игры. Это, разумеется, не есть плюс. Поэтому, повторюсь, всегда внимательны будьте и учтите тот факт, что бывают случаи, когда оригинальные файлы игры заменяются. В случае, допустим, 7-я улица Separate Crossfire или Silent Hill Mode, который мы с вами, кстати говоря, проходили. Кто не смотрел, может посмотреть меня на канале, кому интересно. Просто имеют новый сюжет и оригиналы файлов не заменяют. Но в данном случае у нас с вами, по всей видимости... Ага, давайте попробуем, может быть, просто перезапустить лаунчер, если он у меня был до этого запущен. И, может быть, у нас с вами оказывается так, что ничего никуда не делось. Ну, то есть, попроще говоря, не заменялись оригиналы файлов. Да, всё верно. Max Payne Effects 2. Это и есть тот же самый наш с вами лаунчер. Вот тот самый мод, который мы с вами только что установили. Мы его с вами выбираем и нажимаем «Игра». Главное меню уже выглядит немножечко у меня другим внешним видом. Я смотрю на записи. Я надеюсь, что вы всё видите. Если вы ничего не видите, ребят, я прошу прощения. У нас с вами совершенно другое главное меню. Мы с вами можем обратить внимание. И в том числе, разумеется, изображение уже говорит о том, что мод стал успешным и отлично. A man with nothing to lose. Pain Effects. Человек, которому нечего терять. Ну что ж, смерть неизбежна. Вопрос в том, сколько продержитесь вы. Допустим, ходячий мертвец. Двор особняка. А, это просто режим выживания. Ну вот на нём, собственно, можно проверить. Давайте это и попробуем сделать. Строй, площадка, ходячий мертвец. Что я замечаю, что у меня нет... Не работает кнопка W на управление. Прикольно. Я её не настроил. Давайте-ка быстренько всё это сделаем. Так. Так или так? Вперёд. Вперёд. Ну давай. Короче, не хочет. Давайте, смотрим на W. Побежали. Происходит приближение. Хотя, кто-то говорил, у кого-то происходила даже тряска. Это сразу... Ребята. О! Да, я понял. Это на правую кнопку мыши. Спецэффекты, конечно, при стрельбе. Как у нас с вами нашего... Наших персонажей с вами... Потряхивает. Хорош! Бомбанул так бомбанул. А душа что происходит? Что такая громкая? Большая. Музыка играет у меня ещё на заднем фоне. Дополнительно моя, помимо того, что есть громкость от игры. То есть, по примеру, вот как вариант вам, то, что мод сейчас работает успешно, игра работает, всё замечательно и великолепно. Новые, действительно, эффекты, но бывает, конечно, разработчики довольно сильно, скажем так, могут перестараться со спецэффектами. Хорош! Смотри, как бомбанёт. Бабах! Хорош! Чё-то долго слишком всё взрывается, ребят. В любом случае, что мы можем с вами, так сказать, ожидать от игры, которая вышла свыше, чем 10 лет тому назад? Но, разумеется, какие-то улучшения, которые у кого-то получается более лучше сделать, у кого-то более хуже, но в любом случае, официально разработчики создания модов не занимаются. Поэтому всё, что вы находите, любые модификации, это всё создано сторонними разработчиками. Этот факт тоже стоит учесть, поэтому всегда читайте внимательно описание, смотрите скриншоты, ну и не прогадайте. А поэтому, ребятушки, пока что на этом всё. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч, скоро увидите, не прекращайте. Много всего крутого и не менее интересного. С вами был Швиранка. И пока-пока. Будет много всего крутого. До новых встреч.